Всем привет! Я нахожусь с Машей в самом красивом месте сервисного центра, вот такая вот wellness-зона. Мы здесь не просто сидим, мы сегодня будем показывать, как мы перекусываем полезно к нашим коктейлям. Как раз, кстати, вот я как раз где-то в 4 часа у меня перекус по моему режиму, так что у нас как раз перекус. У нас теперь один режим. Вот, так что всем приятного перекуса, смотрите, как можно красиво перекусывать и полезно. Сейчас покажу вам сразу, что это. Здесь шоколадного нет, здесь есть кукничный. Вот такой коктейльчик. Это основа энергии, основа нашего перекуса. Это источник главных протеинов, главных витаминов и белков. Здесь вот все даже схематично нарисовано. Он очень спасает, когда ты на работе, когда некогда, когда не можешь долгое время уделить тому, чтобы приготовить себе легкий перекус. Но одновременно ты хочешь всегда наслаждаться своей прекрасной фигурой, всегда чувствовать себя энергичным. Потому что, когда ты не покушаешь, вот я уже себя приучила к тому, что я питаюсь 5-6 раз в день. И если 3-4 часа я что-то не поем, все, я не могу работать, я не могу нормально общаться. У меня начинаются уже какие-то головокружения. И вот выпив долю этого коктейля, я получаю все, что мне нужно. И 3 часа я просто не думаю о еде. Я просто думаю о том, что мне важно в данный момент. Очень, на самом деле, вот программа, которую ты нам дала по питанию, меня действительно очень сильно дисциплинирует в плане еды. Потому что я могла себе позволить вообще не поесть, например, в обед. То есть с утра я всегда завтракаю, это уже хорошо. Это уже прекрасно, потому что некоторые думают, что завтрак, ну я же с утра встаю, много времени занимаю, бутербродик. Да, да. Но я могла спокойненько, например, не пообедать, а потом только на ужин наесться. А иногда наоборот, я обедала, а ужин вообще отсутствовал. Ну вот смотря там какие обстоятельства. Но сейчас я поняла, и вот это вот, кстати, перекусы были, но они были какие-то ненормальные. То есть вот, особенно когда ты дома сидишь за компьютером, да, работаешь, и вот эта вот работа, надо что-то жевать. Хорошо, что у меня дома есть там фрукты всегда, да, то есть я чаще жевала фруктами, но это вот как-то было всё не структурировано. Да, мне вот очень нравится в твоей программе то, что мы теперь по часам с конкретными рекомендациями. И вообще состояние, конечно, вообще это даже диетой называть нельзя, потому что... Нет, это образ, да, это образ жизни. И самое главное, кстати, я в Нижнем Новгороде как-то услышала одну фразу от диетолога о том, что есть питание праздничное, а есть питание будничное. То есть мы, понятно, что мы навсегда не закрываем себе двери там к тортикам, в любом случае мы будем на каком-то мероприятии, и мы будем... И будет выглядеть очень глупо, если мы на каком-то, ну, дне рождения, там ещё что-то себе это не позволим. Мы не закрываем, но это праздничное питание, но праздничное питание, оно должно быть каждый день. Каждый день это будни, и энергия, и наше питание это не только получение удовольствия, это основное, это энергия, это наше здоровье. И очень плохо, что людям эта культура прививается не с самого детства. И важно, потому что сейчас я вижу даже наши сейчас слушатели, это в основном женщины, и очень важно, чтобы вы своим деткам объясняли уже с малых лет, показывали им полезный стол. Потому что ребёнок рождается, и он рождается, он не знает, что такое сладкое, что такое солёное. Он рождается с вкусами, которые ему привела мама. И даже сейчас я смотрю... Привычки вкусовые. Да, я даже сейчас смотрю на своего супруга, у него те же вкусы, которые ему привела мама. И если я готовлю что-то не так, он уже, как это не так, как у мамы, уже другое питание. Поэтому всё зависит от женщины. И если вы хотите здоровья вашим деткам, то надо кушать правильно. А то, что мы с вами каждый день сейчас едим, это правильно, это пища, которую они потом будут переносить уже в свою семью. Даже мужчинам. Вот есть такое заблуждение, что мужчины должны больше есть мясо, особенно если это физический труд и так далее. А получается так, что у мужчин-то как раз-таки вот в плане каких-то там чего-то, тоже вполне слышала, да? Ну, меньше вот эта защитная, защитная какая-то, какая-то функция защитная, меньше даже развитая, чем у женщины в плане питания. Их наоборот нельзя перекружать вот этой вот тяжёлой пищей. Ну, естественно, мясо надо. Мясо надо, да. Да, то есть, ну, не в таких огромных количествах. И мясо тоже вот, вы, наверное, увидели в рационе то, что нет баранины, нет свинины, потому что это мясо, опять же, из праздничного меню. Его в каждодневный рацион его включать нельзя, потому что организм очень много тратит энергии на переработку этой пищи. А энергия нужна головному мозгу, энергия нужна для того, чтобы мы двигались, для того, чтобы мы нормально работали. Потому что, как вот бывает, ты что-то поешь, такое вот прям вкусное-вкусное в обед, и потом куда-то хочешь поспать, потому что организм не работает для твоего мозга. Организм работает для того, чтобы переработать пищу, а ты, соответственно, хочешь отдыхать. Вот, а я повторяю всегда, что наша еда – это наша энергия. У меня было такое, кстати, что вот я говорю, прям хоть не ешь, потому что ты поел, да и всё. И сил нет вообще. А это именно потому, что вся энергия организма направлена на переваривание вот того, что ты съел. Вот, а так не надо. Вопрос был в чатике. Какой? Чем лучше перекусить, коктейлем или батончиком? Про батончики наши что-то скажешь? Про батончики я бы сказала так. Если вы в режиме похудения, то есть приведения питания, вот, то один батончик в день – это нормально. Суббота-воскресенье мы с вами можем, то есть это я спокойно ем как шоколадку, вот, эти батончики. Но один раз, не больше одного раза в день. Одного батончика? Одного батончика в день. Ну, это нормально, это много. Нет, это нормально, это на перекус, то есть его вот можно с коктейлем или кофе, потому что нам можно две чашки кофе в день, вот, и с батончиком. Я иногда больше выпиваю. Да кто это может выйти? Не знаю, я где-то слышала, что-то есть такие слухи в чате, да? В чате там писали, да, что-то я не видела. Я утаила, да. Вот, но кофе, кофе я пью с утра, да, вот, у меня такая привычка, больше я кофе не пью. Вот, можно заменять цикорием. Ты, кстати, не пробовала, этот кто-то. Я не пробовал, но и не цикори. Этот кто-то пробовал цикори во время первой беременности, после этого к нему не возвращался. Вот, ну надо, нет, я помню, у сестренки у нее вот такая баночка цикори со вкусом капучино. Очень вкусный, но очень сладкий. Это надо выбирать цикори, который без сахара. Кстати, я знаете, что порекомендую? Когда кофе просто вот вы, мы сейчас очень много пьем воды, очень много пьем воды, чтобы из нас выходило вот то, что мы накопили с вами практически годами. То есть наши клетки с помощью воды, они убирают то, что организму не нужно. Но что делает кофе? Может быть, вот это ему кто-то, кстати, передали. Кофе, оно задерживает воду. То есть вы можете не увидеть, вот иногда видно, да, то, что девушка вроде бы худая, а вроде бы толстая. Как вот у нее здесь вот все баландуется? То есть кофе задерживает влагу, и у вас не висцеральный жир, не какой-то жир, а просто это вода, которая не нужна. Вот, поэтому, кстати, когда я отказалась от большого количества кофе, я тоже пила много кофе, я полюбила разного рода чаи. Поэтому сейчас очень большой, я смешиваю разные, можно смешать молочный, улун, чай с бергамотом, получается очень вкусный, и в том числе чай это энергетический напиток. Чай я вообще по себе не знаю. А мне кажется, что кофе, вот сейчас там, я сегодня, кстати, прогулялась до метро, прошла в метро, я встретила, я даже посчитала, 7 стоит кофе, кофе возьми с собой, кофе возьми у себя и так далее. Вот, это просто вот, ну, мне кажется, это психологический человек, то, что кофе везде, везде, и все, если я куда-то пришел, надо выпить кофе. Но можно перейти на чай, еще лучше на воду, просто себя так же вот постепенно перестраивать. Вот. А еще вот, например, если говорить про кофе, в принципе, нормально, и без этого освещения. Когда кофе, ну вот, сваренный в кофеварке, его, в принципе, много не выпьешь. Ну да, он такой концентрированный. Да, и вот, когда мы начали отказываться от сахара, я поняла, что растворимый кофе без сахара мне вообще никак, да, и вот пила кофе только свежесваренный, свежемолотый, свежесваренный, и нормально, и вот его вот как раз две. Но, я ж недавно купила фит-парад. А, это начала печь. И сегодня мой растворимый кофе тоже очень хороший. Не, кстати, вот этот фит-парад, это вообще крутая штука, которая позволяет... Кого еще нету? Не позволяет готовить такие вкусные вещи. Можно, я вот делилась только некоторыми рецептами. Мы вот с вами делали морковный торт, вот, есть еще торт шоколадный, который можно просто добавить обычный, обычный какао шоколадный с творожным сыром. Это, это вот те же самые десерты, которые Наполеон можно с ним печь. Абсолютно любой торт, от которого не поправить. Мы тоже ждали торт, я говорю, что я буду готовить торт. Они мне помогали готовить. Но что-то я протянула, в общем, я к 9 вечера тут приготовила. И они, видать, у меня то ли устали в этот день, то ли ничего, в общем, они... Ну, надо, да. Чуть-чуть как попробовали, сказали, все. Это, кстати, может, тоже прикольная традиция, то есть, что в субботу с утра или там в воскресенье с утра, как раньше, люди лепили пельмени. Ну, вот, то есть, сейчас можно, да, можно, можно готовить блинчики полезные, сырнички и тортские. Вот, сырники мы тоже делаем, да. И вот последний раз я... Они меня часто спрашивают блинчики. По моим сторисам это видно, что у меня блинчики. Блинчики, да. Блинчики, они вдвоем их делают, им обязательно нужно две миски. Все это взбалтывают. Мне, конечно, немножко напрягает то, что Камень периодически все это пробует, а там сырое яйцо. А у меня Лиза тоже, она поздравляет. Я еще, кстати, хотела показать то, чем я заменяю муку. Да. То есть... Я коктейлем тоже заменяю. Он просто чуть слаше. С фит-парадом это вообще прекрасно сочетается. Протеиновый комплекс. Сейчас, ну, можно, конечно, использовать и кукурузную, и льняную муку, но она не такая полезная, как вот эта. Это протеиновый комплекс, это изначальная формула стига стена, благодаря чему, собственно, у нас и появились эти коктейли. Просто компания Reflame сказала в первую очередь, чтобы надо попробовать коктейль. Если ее началось с этого коктейля, было бы невкусно и не было бы такого бума. То есть люди не дошли бы до того, чтобы они вот это попробовали и полюбили. Поэтому туда добавили шоколад, ваниль и клубника. Но сейчас уже, когда все знают какой-то офигенный продукт для поддержки вашего здоровья и питания, ввели именно вот эту первоначальную формулу. Она вводится в салат, ее можно использовать с разными сельжевыжатыми соками. А можно и как муку. Это вообще чудо-вещь, которая я тоже делаю сырники, делаю блинчики, тортики. Вот поэтому, если вы еще не попробовали, то можете с этим протеиновым комплексом. Тогда это питание, вообще морковный торт, он будет не п.п., а п.п.п.п.п. Очень полезный, потому что там будут все источники белков, которые нужны организму. Смотри, тут пишут Про мужчин писала Маша Как бы объяснить мужчинам, что им передать нельзя Ну вот это у нас У Кати еще, по-моему, есть где-то Надо посмотреть, Маша Я помню одну ее фразу Живот растет, а хвостик сохнет Мужчинам передать действительно нельзя Потому что это все Сердечно-сосудистые заболевания Это тромбы Это все именно от переедания Потому что единственное Ну, надо понять, что Единственное, из-за чего живет наш организм И мы его можем поддержать Это питание Больше ничего И если мы посмотрим на развитые страны Допустим, сравним нас с Японией Вообще Япония Япония это вообще уникум Я вот недавно читала книгу И люди в Японии сказали Что вы все скоро, в ближайшие 10 лет Вы умрете от рака Из-за бомбардировок атомных На Хиросиме и Нагасаки У вас у всех будет заболевание Что люди сделали? Они приняли это как данность И они начали все использовать Обязательные биологические активные добавки Поэтому они 95% населения Они понимают, что без этого Жизни нет Вот сейчас Поэтому они на втором месте По продолжительности жизни Наши лидеры Топовые сейчас находятся На конференции бриллиантовой В Японии И тоже как раз таки Смотрела в сторис Экскурсовод им рассказывал О том, что да В Японии 95% И даже 99% Ну в общем Более 90% населения Обязательно принимают Какие-то разные Биологические активные добавки Причем и дети И взрослые И это вот прям Норма-норма Норма жизни, да И у нее спросили А вот почему Ходят Часто вот с этими С повязочками Да, то есть В любом случае Если у тебя Правильное питание И ты потребляешь витамины Это же ты не знаешь Что ты бессмертный Да, мне роменидан так сказала Это же не знаешь Что ты бессмертный И вирусы тебя там Не колышат Естественно, это все есть И вирусы существуют Поэтому и аллергия не есть Они очень аккуратно Относятся к своему здоровью Они понимают Что если ты сегодня Хорошо себя чувствуешь То это не значит Что через год Ты там Что тебе можно все И ты так же будешь Счастливать через год Посмотрите Как допустим В Японии Если посмотреть Там люди Они лечатся Вот они Не то что лечатся Они даже не прибегают К тому, чтобы лечиться Потому что у них Очень развита Там народная медицина Очень народный рецепт Очень развиты Биологические активные добавки Но у них нет аптек А если посмотреть Как сегодня у нас Да, в России В доме по три аптеки Разные Потому что есть Соответственно И что есть спрос Есть и предложение Поэтому нам Очень аккуратно Нужно сейчас И родители наши К сожалению У них не было Такой возможности Когда они были Они были молодые Но у нас Как у детей Есть возможность Продлить их жизнь Чтобы они Как можно Дольше с нами Жили Вот Поэтому Обязательно родителям И витамины И вот эти Коктейли Где они не смогут Подпитать свой организм И всем полезным Мы должны Рекомендовать Мы как дети Это наша Святая обязанность Поддержать наших родителей Что лучше Фитпорад Или стевия Там был вопрос Или это одно и то же Это практически одно и то же Фитпорад На основе стевия Просто фитпорад Он более адаптирован Если брать стевию В обычном Вот видите Покупать То она слегка горчит То есть блюдо Будет горчить А фитпорад Он более адаптирован Обработан Поэтому На вкус Это как Обычный сахар Стараемся сейчас Более коротко Да Там был вопрос Про чай Да Там был вопрос Про чай И про кофе Надо понимать То что Если мы пьем чай Если мы пьем кофе Сок Это напиток Это не вода То есть Если 2,5 литра воды То это 2,5 литра воды А не чая То есть чай Это просто напиток Но он не распознается Нашим организмом Как вода Вот Получается Если пить 2,5 литра воды То То что ты пьешь еще дополнительно Чай и кофе Ты все равно много не выпьешь Поэтому вопрос Выводится там вода Или задерживается Не столь важно Потому что ты пьешь это мало Ты пьешь это мало Да Поэтому Чай это просто Бокал вина Бокал вина нормально Бокал вина один Пару чашек чая В течение дня Ничего страшного Просто некоторые люди Прям много Нет Некоторые люди Они думают Я попью чайку Ага Мне же надо 2,5 литра А вода Это не так вкусно Я лучше чай попью Нет Чай это да Это напиток И лучше попить конечно же воду Вот сейчас Маша подойдет Буквально наверное коротко Давай вот так вот Коротко еще пару слов Наверное скажем Расскажем Но хотим все таки Перенести наш эфир Да на завтра Завтра кстати у нас Для вас есть тоже Прекрасная новость Почему мы собственно Здесь вдвоем находимся Завтра в 10 часов По московскому времени Мы будем вести Территориальный вебинар Который называется И я красивая На драйве Мы объединили Все замечательные Я вспомнила Мы недавно Смотрели фильм Про троллей Ааа Крошка там Чего-то там Сверкай Люди сверкай Вот и я красивая На драйве Мы объединили самые Драйвовые программы И поэтому Присоединяйтесь Обязательно завтра В 10 часов А потом После вебинара Я надеюсь Что все будет Очень хорошо Поэтому поддерживайте нас Будьте с нами Вот А потом После вебинара Как раз мы уже Счастливые На драйве Проведем С облегчением С облегчением Да Возьмем Для перекуса Наши коктейли И проведем Вместе прямой эфир Ориентировочно Это будет наверное 12 12 Либо 12.30 Да Мы еще Должны будем Сделать коктейль Давайте на 12.30 Примерно Ориентироваться Завтра Да Завтра И так как Сегодня я объявила О том Что будет прямой эфир Буквально За пару часов Еще не все Даже успели Быть в курсе Потому что Есть люди Которые в обед Только чатики Проверяют Да Поэтому Давайте Действительно Завтра К 12.30 Подготовим вопросы А вопросы Может быть Писать уже Сегодня Завтра Вопросы писать уже В чате Можно писать Если вы только В инстаграм смотрите То в директ Пишите Будет завтра Кстати эфир По другому Скорее всего Адресу Канал Посмотрим Посмотрим Как будет схватывать Поглядим Вот И я бы Например Сразу Озвучу Спросила бы В плане Вот Наш рацион По которому Мы сейчас едим По калорийности Насколько он Высок Потому что Я же не умею Считать калории Но я чувствую Что мы реально У меня такое чувство Мы очень много едим Особенно сейчас На второй неделе Когда у нас Добавились Иголь Мир И вот Как-то Даже перекусы Какие-то Более Существенные Но вы пока Наслаждайтесь Потому что Будет третья неделя Да И четвертая Представляете У Маши В одном рукаве Одно В другом рукаве Другое Вот Жди Что будет Мы У нас Неделя Рассчитана На то Что мы Каждую неделю Едим В максимальной Степени Определенный Макронутриент То есть Когда-то У нас Упор на жиры Когда-то На углеводы Здесь мы Наслаждаемся Полезными Медленными Углеводами На следующей Неделе Мы с вами Попробуем Сделать Такую Сушку Неделю Где мы Уберем Мы Оставим Немножко Жиров И В максимальной Степени Уберем Углеводы Вот Белки Среда Надо было Это Маша Нам сказать Еще в понедельник Кстати Я вам А то Я тебя Пропустила Вот Я тебя Не переживаю Надо было Есть Больше Вот Поэтому Уже Можно Сейчас Я вам Кстати Меню Отправлю Примерно Наверное В пятницу Потому что На следующей Неделе Для меня Не будет С вами Мы будем В Алтай Я не знаю Что мы На Алтае В горах Я не знаю Что там Буду кушать Я уже Запаслась Только батончиками То есть У меня У меня Единственный Вариант Там Кушать Либо Сибирские Пельмени Либо Коктейль С батончиками Вот Поэтому Я беру С собой Коктейль С батончиками Вот Это будет Моя Единственная Еда А связь У тебя А связь Вряд ли Вообще Вряд ли Вот Поэтому Очень здорово Что мы Завтра С тобой В прямом Эфире Сможем Вот Потому что Здесь вы Видите Меня Не Последний Раз Не Ну Мы У тебя Не Оставим На Горном Алтае На Горном Алтае Да В Горном Алтае У нас Кстати Есть Партнеры Которые С Алтае Да Они Если Что Меня Не Оставят Голодные Надо Будет Списаться Там Есть Очень Красивое Такое Село Называется Майя И У нас Там Партнер Саша Росомахина Она Занимается Она По-моему Тоже Она Экскурс Савод Да Она В чате То есть Вот Именно Экскурсии Организовывают Но Мы Четыре Дня Кстати Заберет Машу Отведет В горы Да Оставит Ее Накормит А Требе Втаня Снимет Еще Смотрите Это Маша Да Это Маша Да Она Тоже Человек Ну Вот Мне Понравилось По поводу Праздничного Питания На самом деле У нас Сейчас у многих Именно вот Праздничное питание Каждый день Да Причем Такое Что Не выходное Даже А вот Прямо Реально Праздник Животан И Очень много Кстати В этом плане Играет роль Реклама Потому что Мы каждый день Видим Сколько Открывается Разных кафе Какие они делают Красивые Анонсы Разные акции И мы туда Приходим Я тоже Да Я тоже Вхожу В кафешки В разные Мы приходим И я вижу Этот красивый Салат Который мне Приносит И я понимаю Во-первых Цена Во-вторых Что там То есть Это Это не полезно Это Я спокойно Могу приготовить Дома И намного Вкуснее Вот Поэтому Вот этот Ресторанный Тоже бум Который Сейчас на каждом Шагу Он Играет Действительно Нам плохую Плохую службу То что мы Да Нужно куда-то Ходить Но есть для этого Театры Кино А кафе Вкусные Можно устраивать У себя дома Вечеринки Полезного питания Вообще Спокойно И мы кстати На этой неделе Ко мне приходили гости И я делала Офигенные шашлычки Вот Поэтому можно Делать шашлычки У меня Ромей уже Все бывает Там Когда мы грили-то покупали Подожди А подожди Сейчас Что-то я ему сказала Подожди Сейчас деньги переведут А по-моему Деньги уже перевели Да В общем Надо Потому что он тоже То есть я его так Немножечко заразила Тем что нужно Купить гриль А вот Ромей Ты как чувствуешь Как ты здесь вообще оказался В общем Да Очень-очень Мы заразились Этой идеей Купить обязательно Себе гриль Он почитал Сколько готовится рыба Сколько готовится Это экономия времени Это вкусно Это можно делать салаты Вторые блюда Для детей Что-то Вообще Очень Вот И мне очень нравится В нашем проекте В проекте Веланс прокачка Да То что мы И про питание С вами говорим И делимся Что там лучше Как приготовить И На чем приготовить Про воду Про физнагрузку Про Рецепты Мне кажется Просто Любая Девушка Женщина Уж точно У нас и мужчины есть Но как-то девчонки Все равно больше Более Это вот как Я не знаю Есть же эта школа Благородных дивизий Что-то в этом род Такое Что-то обязательно Нужно знать все И действительно Классно Мне кажется Даже Те кто Вот в чате Где-то 135 участников И я уверена Что есть Там такие Которые еще Ну Так скажем Просто Наблюдают за нами И очень классно Что девчонки Делятся своими Действительными результатами Что мы не просто Питаемся И мы показываем Что диеты Это плохо Не нужно Организм свой Насиловать И Исключать Какие-то продукты А потом Набирать еще больше Да Устраивать себе Детоксы То есть Любые Вот такие Вот Стрессы Для организма Они ведут К худшему То есть Чай когда что-то Недополучает Он начинает Потом откладывать А это нам Не нужно То есть Вот из-за этих Диет У нас кстати Создаются И последствия Жировые депо Они нам не нужны Питание Должно быть Правильным И ровным С небольшими Праздничными Ямками Вот Потому что Опять-таки То есть Золотая Это серединка Какая-то Должна быть Вот Снежан тоже пишет Что знакомый Есть вегетарианец Который очень любит Готовить на аэрогриль Вкусно получается Но для меня Это помимо того Что вкусно Еще и то Что быстро Быстро Да Ну и потом Знаешь Я вчера Ну то есть Вареное Тварное Скучно Уже короче Уже скучно Вот Хорошо что Салатики Хоть свежие есть Вот Так что Давайте завтра Ориентировочно 12-30 Мы максимально Подготовимся Чтобы связь У нас была хорошая Придумаем что-нибудь Да Попробуем Протестируем Да Мы расскажем На себе впечатления О вебинаре Который Вы обязательно Завтра посетите В 10 часов Вот Вы нам расскажете Готовьте вопросы Будем отвечать Вопросы уже сейчас Можно писать Либо в директ Да Все что касается Питания Программы Коктейли Да По коктейлям По продукции Велнос И либо В чат То есть В наш чат Велнос Прокатчика Вопросы тоже Кидаем Чтобы мы могли Уже много полезного Рассказать Вот С собой А знаете Что я хотела Я сегодня Еще хотела Сказать Было бы круто Машу Не здесь Поймать Да Дома А дома Потому что Я хочу Посмотреть На ее кухню На ее холодильник Потому что Маша Периодически Делится С нами Фотографиями Того Что Покупаешь Творог Такой Еще Что-то Вот И прямо Кстати Я потом Надо как-нибудь Запустить Такой флешмоб Пусть пока Люди готовятся Те кто Были в прямом Эфире У них преимущество Не будут Знать Надо Прямо запустить Флешмоб То что Давайте Здесь И сейчас Сфотографируем В свой холодильник Неожиданный 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 Когда это будет Ну пока не знаем Пока не знаем Но Те кто в чате Будьте к этому готовы Неожиданно Открыть свой холодильник Вот я к этому Всегда готова Вот честно У меня там Я почти готова Но морозилку Не покажу Не Я готова Морозилку Показать У меня там Ягоды И мясо Все Да И мороженый Чемпед Мясо Потом у меня Там Пельмешки Пельмешки Вареники Ну фарш Тоже есть А еще котлетки Котлетки Куриные У нас очень дети Любят куриные Котлетки На пару Тоже делаем Вот Рамина улыбается И кстати Продуктовая корзина То есть Если вы ходите В магазин Тоже Можно Сфотографировать Показать Что вы покупаете Кстати Это классная идея Да Я вот в прошлый раз Прикольно В общем Да Прикольно Когда там видно Все Все такое Целый пакет Творог Кефир Да Творог Кефир Как раз я там Купила Как он называется Которые корень Сельдерей Да Огурцы Помидоры И прям Самое главное Что вроде бы Это обычные продукты Но из них Можно такие вкусняшки Готовить Я вчера тоже Делала сырники Просто достала Пачку творога Яйцо Вроде Лежит Такое Ну обычные продукты А из этого Получаются Такие вкусные штуки Вот Да Я кстати Вчера сырники Знаете Какой соус Для них сделала Какой из коктейля Да Это вообще Я смешала Греческий йогурт Который я отправляла Фотографии С клубничным коктейлем Тоже немножко взбила И получился Клубничный соус К сырникам Прекрасно Потому что я вот Сырники свои Тоже так вот Немножечко помазала Просто йогуртом Что-то к ним хочется Да Знаешь я все подумала Вот раньше Ели например Даже те же самые Сырники с мукой Да Со сметаной Да И вот в принципе Вот вчера Вчера я делилась Вчера Уже сырники без муки С нежели на йогуртом Да Так вкусно Так вкусно А кстати можно Последний раз Я вот делала У нас на прошлой На прошлой же По-моему неделе Есть вот такое блюдо Я его очень люблю Это макароны Спагетти С грибным Куриным соусом Его же тоже можно Делать правильно Потому что Если мы покупаем Допустим макароны Цельнозерновое Грибной Грибной соус Как мы делаем Мы раньше делали Это со сливками А сейчас мы можем Грибы Курицу И все это В конце туда Добавить обыкновенный Белый йогурт Двухпроцентный Или 0-1% Даже в Ашане Есть лакомо Я тоже вам высылала И все У нас получается С травками Такой же сливочный соус И вот Прекрасные Прекрасные макароны Сверху Брестский сыр Мне кажется Знаешь как Вот когда начинаешь Вот так вот питаться Ну где не знаю Вкусовые рецепторы Меняются Мне кажется Ты начинаешь Там Но это кстати То что я вам рассказала Это праздничное меню Это суббота Воскресенье Я поняла Да Это суббота Воскресенье И начинаешь ценить Эти дни Потому что Когда вот это вот Все стирается Каждый день Как праздник Уже думаешь А ну ладно Чем меня тут еще удивишь А так вот ждешь Уже суббота Воскресенье Это знаешь как Это я недавно Про море слышала Типа не хочу Жить на море Потому что Буду Перестану ценить море Да Вот То есть типа такого То есть не надо жить В кондитерстве Не надо А то просто Вообще никому не хорошо Вот Ну все Давайте завершаем Потому что я волнуюсь За качество Вот Завтра В 12.30 Ждите Готовьте вопросы Нет А сначала в 10 Сначала в 10 По ссылочкам в чате Ждите бомбический вебинар Да И в 12.30 Уже прямое включение В инстаграм Все Пока-пока Пока